Здравствуйте! Недавно на моем канале было видео о средствах защиты органов дыхания от вирусов, ну и прочих болезней. Вот где-то тут должна вылезти ссылка, ну и плюс в описании к видео тоже будет ссылка. И там я вам показывал вот такую замечательную полумаску марки Unix от завода Соробьянта. Ну и также, естественно, фильтры к этой полумаске. Такие фильтры, всякие фильтры. И вот у меня появился повод снова рассказать вам об этой полумаске и о фильтрах. А повод такой. Я приобрел вот такие вот фильтры к этой полумаске. Новые в моей коллекции. Раньше у меня в коллекции таких фильтров не было. Это Unix 213. Защита P3 RD. То есть это максимальный уровень защиты от аэрозолей P3. R это многоразовое использование, ну а D это возможность использования в сильно запаленном воздухе. Для нас это не шибко важно, но пусть будет. Я упоминал такие фильтры в прошлом видео и упоминал в контексте того, что лучше брать не их. Лучше брать вот такие фильтры Unix 303 тоже P3 RD. В чем разница между этими фильтрами? Ну, возьмем уже открытый 213 Unix. Вот он такой у нас. И вот это вот все фильтр. Собственно, фильтрующий материал. И вот это все фильтрующий материал. Вот только вот этот вот кружочек это разъем байонет, чтобы соединить с маской, полумаской. А здесь у нас это все пластик защитный. Только вот здесь вот узкая щель, через которую забор воздуха. Ну, здесь тоже естественный байонет. Через байонет мы можем видеть, что внутри находится сложенная гармошка фильтрующий материал. Но когда фильтр установлен на респираторе, никак увидеть, никак дотронуться до этого фильтрующего материала невозможно. Он защищен. Защищен в первую очередь от влаги. Это очень важный момент. Если мы используем фильтры на воздухе, мы же говорим о том, что у нас пандемия и нам нужны фильтры не в цеху, а потому что мы вышли на улицу, где могут быть зараженные люди, то на улице может быть еще и моросящий дождь, к примеру, внезапно. И с этим фильтром никаких проблем дождь будет литься на пластик, стекать с него, капать вниз и все. Фильтрующий материал защищен. А здесь, как несложно догадаться, фильтр практически сразу же промокнет. Чем это так плохо? да, например, тем, что вы не сможете дышать, мокрый фильтр не пропускает воздух. Ну, пленка воды закрывает все поры между волокнами и все, воздух не проходит. Но это еще не все. Никто не обещает вам, что фильтр восстановит свои фильтрующие качества после высыхания воды. То есть, например, он может вновь пропускать воздух, но заодно пропускать в сто раз больше частиц вируса, чем должен по стандарту. Ну, вот, подействовала так вода. К сожалению, производитель, ну, либо не проводил вообще таких исследований, либо не приводит как-то открыто сведений, насколько сильно вода повлияет на качество именно этой модели фильтра. Но, так как мы сами установить это не можем, тут нужна лаборатория, которой ни у кого из нас нет, я думаю, что правильнее всего будет исходить из того, что намочив фильтр, мы его вывели из строя. Это самое безопасное. И в таком случае, ну, фильтры получаются, очень-очень-очень чувствительны к влаге, и это нехорошо. Но влагой проблемы не заканчиваются. Вот я беру фильтр, и за что я его беру? Только вот за фильтрующий материал больше не за что. Если у меня руки, например, жирные, то этот жир перейдет на фильтрующий материал, естественно, его забьет в тех местах, где я касался. А есть еще проблема. Ведь через фильтр проходит воздух, содержащий вирус, и этот вирус остается в фильтре, а я беру его вот прям за фильтрующий материал руками, соответственно, заражаю свои руки. Но надо отметить, что последняя проблема, но она не настолько уж большая сама по себе. Дело в том, что эти все фильтры, и вот такие, вообще любые фильтры противоаэрозольной высокой эффективности, это не сито, которое оставляет все, что не прошло, на своей внешней поверхности. Нет, там между волокнами очень большие зазоры по сравнению с размерами частиц вируса. И этих волокн, их очень-очень много слоев, сотни или даже тысячи. Воздух проходит вот между этими волокнами, все время меняя направление движения. Каждый раз, когда он вот огибает волокно, какая-то небольшая доля частицы аэрозоля, в том числе вот вируса, сталкивается с волокном и оседает на нем. А воздух с остатками аэрозоля и вируса движется дальше, к следующему слою, там он снова огибает, снова часть оседает на волокне, и вот так постепенно проходя сотни или даже тысячи слоев, воздух очищается. Соответственно вирус он у нас не на поверхности фильтра, не вот здесь вот, он где-то там в толщине и вы контактировать с ним никак не можете. Но что-то все-таки остается на поверхности, так же как вот у вас просто уличная одежда, на ней естественно на поверхности есть вирус, тут будет что-то схожее по концентрации, вот там где вы беретесь. И собственно главная проблема даже не в том, что вот вирус здесь есть, а в том, что вы не можете протереть фильтр антисептиком. точнее вы конечно можете это сделать, но если уж вода логично считает, что портит фильтр, то антисептик тем более. Может вам повезет и вот какой-то конкретный антисептик будет совместим его с фильтром, не нанесет ему вреда, но без лаборатории вы не сможете это установить. Лаборатории у вас нет, поэтому опять-таки самое разумное это считать, что антисептик портит фильтра и не пользоваться можно обеззаразить фильтр другими способами и в следующем видео я об этом расскажу. Как это сделать с такими фильтрами и вот с такими вот масочками, у которых та же проблема. Безопасно для них и эффективно при этом. Но просто антисептиком нет, нельзя обрабатывать эти фильтры, поэтому они у вас всегда будут заражены после того, как вы выйдете на улицу, если вы не пользуетесь другими методами, у вас нет возможности или нет желания, и соответственно они будут требовать более такого осмотрительного что ли отношения, вам нужно будет например только перчатками касаться фильтра или каждый раз установить фильтр идти минуту мыть руки или еще что-то в таком духе. Ну и наконец самая последняя проблема это механическая чистопрочность. Даже просто если у вас какой-нибудь заусенец есть на ногте, вы можете случайно повредить такой фильтр. Он конечно не из ваты сделан, то есть какая-то прочность у этой тканью это неправильно называть, это не тканый материал. Ну в общем у этого материала конечно прочность повыше чем у ваты, но и не то чтобы она какая-то была очень большая, вы можете повредить его относительно просто. Ну особенно если вы например будете идти и не заметите ветку торчащую ветка там зацепится. То есть запросто можете повредить. всех этих проблем лишены 303 фильтры. Я рекомендовал в прошлом видео использовать именно их. Все хорошо, но какого черта я взял 213 есть 303 фильтры. Массенький такой недостаток. Вот все в этих коробочках хорошо, только вы их нигде не купите. Вообще нигде. Просто они эти. Когда я снимал прошлое видео, они были в продаже. Вот в том же комусе они были в наличии. Пожалуйста, можно было купить. Когда я снимал, можно было купить. На следующий день, когда я выложил видео, можно было купить. Еще дня 2-3 после этого тоже можно было купить. А потом все, они закончились вообще везде. Даже у каких-то оголтелых перекупщиков, которые десятикратную цену гонят, они и то отсутствуют и все. Не купите. Увы. Ну, тут можно опять-таки вспомнить прошлое видео. Я же там показывал вот такие вот сборки. Сейчас разберу. Еще раз покажу, что это такое. Значит, это противогазовый фильтр. В данном случае это Unix 531 с защитой A1, B1, E1, K1. Но это не принципиально. Вам байонет, который позволяет это установить на маску. Дальше это противоаэрозольный предфильтр. Вот такой кусочек. Ну, опять-таки нетканый материал, но грубо говоря тряпочка все равно. Который собственно и будет фильтровать нам вирус. Вот этого штука чуть-чуть что-то дополнительно отфильтрует. Но почти вся работа на это ложится. И наконец последний компонент это вот такая крышечка, которая позволяет все это дело очень легко, просто, быстро собрать в единое целое. Эффективная защита от вируса, она у меня есть. У меня тут в шкафу лежит еще не распечатанный противогазовый фильтр и предфильтр противоаэрозольный. Все хорошо. В продаже они есть, найти можно. в чем проблема? Ну, в целом так поначалу кажется, что ее нет. Но она все-таки немного есть. Вот два таких фильтра, две сборки фильтров, суммарно весят примерно 235 грамм. А вот эта вот масочка 120 грамм. То есть они почти вдвое больше суммарно весят, чем маска. Ну, сказать, господи, 355 грамм суммарной массы, что тут такого, что голова отвалится. Ну, на первый взгляд опять-таки да, все так и есть. Сейчас соберу и продемонстрирую, почему, в принципе, проблем это вроде как бы нет поначалу. Здесь есть такая штука, которая надевается на голову. Вот эти вот резиночки, они передают сюда вес маски. и эти 355 грамм, они вот здесь на голову давят. И для головы 355 грамм это вообще ни о чем. То есть никаких проблем нет. Но когда вы ходите, особенно если вы идете быстро, у вас голова движется вверх-вниз. Причем в конце движения вниз она очень резко начинает двигаться вверх. А маска по инерции продолжает двигаться вниз. И каждый раз у вас чуть-чуть маска как бы ударяет по носу. конечно здесь у нас мягкая резина. И поэтому это не удар как бы. вначале вы этого вообще не замечаете. Если только специально не начинаете так вдумываться, что я ощущаю. Нет, вы не замечаете ничего. 15 минут не замечаете, полчаса не замечаете, час не замечаете. А потом начинаете потихоньку замечать. А если вы ходите весь день в респираторе, ну вот так получилось, то у вас потом красная, темно-красная полоса на носу, которая вам четко говорит, что носу плохо. Ну и конечно вы просто чувствуете, что нос болит. Если что, это не синяк, через час-два это проходит. И болевые ощущения проходят, и покраснения проходят. есть в принципе это не фундаментальная проблема, чисто комфорт. Но тут вылазит следующая проблема, уже более важная. Вот эти движения маски вверх-вниз приводят, потому что он смещается на лице, вверх-вниз у вас могут появляться щели где-нибудь здесь, здесь, здесь. И вы будете вдыхать воздух, который не прошел через фильтр, а прошел через щель и соответственно содержит вирус. Это уже реально проблема. Кстати, важный момент. Как определить, насколько плотно маска прилегает у вас к лицу? Как определить, что есть какие-то протечки воздуха? У противогаза вы должны просто рукой заткнуть отверстие в фильтре и попробовать вдохнуть. У вас не должно это получиться. Но вот такие огромные входные окна вы рукой не перекроете. А здесь так вообще с обеих сторон тем более не получится закрыть. У таких респираторов эта процедура происходит совсем иначе. Значит, надеваем. Мы не можем перекрыть здесь, но у нас есть клапан выдоха и мы можем закрыть его и попробовать выдохнуть. Вот вот здесь пошел воздух. Здесь есть утечка. поправили масочку. Все, теперь воздух уходит только вот через небольшие щели между ладонью и вот здесь клапаном выдоха, потому что идеального плотного сложно закрыть. ну, то есть довольно простая операция. Вы можете посреди улицы легко ее повторить. Соответственно, у вас только возникли какие-то подосторения, заткнули ладонью клапан, выдохнули, у вас маска должна надуться и вы не должны чувствовать, что у вас воздух проход тут, 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 только вот в районе ладони, которую вы заткнули клапан. Но все равно вы идете, маска сдвигается, появляется щель, потом какое-то время пройдет, прежде чем вы начнете замечать, что что-то где-то не так, может быть воздух подсасывается через щель, потом только сделаете проверку и после этого поправите респиратор и устраните щель. какое-то время вы будете дышать нефильтрованным воздухом. То есть вот тяжелые фильтры, вызывающие при ходьбе, особенно беге и прыжках, если вы, например, уже перепрыгиваете сдвиг респиратора, это, ну, реальные проблемы безопасности, не только комфорта. Поэтому хотелось бы легкие фильтры. Вы можете сказать, ну, парень, у тебя же есть вот эти шикарные и вот они два вместе весит 65 грамм, всего ничего. Использую их. Но дело в том, что они же коллекционные, у них же коллекция респираторов, противогазов. Я не хочу потратить сейчас из-за этой пандемии дурацкой ресурс этих фильтров, чтобы потом их выбросить. Я хочу, чтобы они остались в коллекции. можно сказать, закончится пандемия купишь новый, но у меня есть в этом сомнения. Завод Сорбент, он сейчас работает чуть ли там не в три смены непрерывно на госзаказ. И у меня есть подозрение, что пополнять запасы фильтров, респираторов, противогазов и так далее у медиков, МЧСов и прочих придется после этой пандемии еще год. Я могу ошибаться, но у меня есть такое опасение. Соответственно, все это время такие специфические фильтры, как 303, продажи будут найти крайне тяжело, если вообще возможно. Может, они появятся только в следующем году. Поэтому я их берегу. И поэтому я купил то, что купить можно. Как вы поняли, да, купить такие сейчас можно. И с ними в плане веса, в плане комфорта, в плане безопасности сдвига все просто шикарно. Напомню, пара таких весит 65 грамм. Пара таких 37 грамм. Вообще практически ничего. вот сейчас я снял с этой полумаски вот эти сборки фильтров, устанавливаю 213 фильтры, и теперь полумаска стала почти что втрое легче. Представляете себе трехкратное снижение массы. маска маска практически вообще не ощущается своим весом на лице. я сейчас могу начать очень резко дергать головой масками куда не сдвигается как влетая сидит на своем месте. маску и естественно никакого давления на нос при этом не происходит. комфорт и безопасность от того что появятся щели резко возрастает и при этом такие фильтры есть в продаже. Да я перечислил проблемы которые есть у этих фильтров но есть и плюсы поэтому лично для себя я сделал следующий вывод. В сухую погоду я буду использовать вот эти 213 фильтры. Ну естественно буду аккуратен в плане того чтобы не повредить их и не скажем заразиться от этих фильтров. Я их буду регулярно правильным методом стерилизовать. Я собственно уже это делал поэтому так сейчас спокойно берусь за них. А если погода будет сырая ну куда деваться буду носить вот эти фильтры и страдать. Ну а что делать вам но это вам решать. Можете потратить деньги на оба комплекта фильтров и такие и такие. Можете выбрать только один из них и ну например сырую погоду никогда не выходить или всегда носить с собой зонт и выбрать такие фильтры или всегда внимательно следить за щелями и терпеть то что носу плохо и ходить с такими выбор за вами а я вам дал всю необходимую информацию для этого так что спасибо за внимание ну и самое главное не болейте спасибо спасибо Продолжение следует...